Привет, друзья! Вы часто просите меня показать вам те книги, рассказать о тех книгах, которые я показываю, точнее, в которые я ссылаюсь в своих видеороликах. И сегодня мы это сделаем, тем более есть интересный повод. Друзья, хорошие новости! Наконец-то вы можете покупать одежду с логотипами хэви-метал джин. Переходите по ссылке в описании в мой магазин на всемайки.ру. Вы видите, на данный момент есть пять различных картинок быков. Быки довольно-таки брутальные, очень интересно и качественно смотрятся. Мужская, женская одежда. Выбираете себе цвета, размеры и, грубо говоря, сами себе заказываете маечку, которую хотите. Майки, футболки. Есть женские варианты, естественно, тоже различных цветов и размеров. Также есть у нас еще и худи. Сейчас вы увидите на экране тоже. Это пока что все женская одежда. Есть детская одежда, тоже не забывайте. И худи многие любят. Есть с капюшоном, есть без. Выбираете тоже различные цвета. Все на майке.ру. Цены довольно-таки недорогие и каждый может себе позволить теперь футболку, майку или даже бейсболку с логотипом любимого канала. Ну что, друзья, теперь у вас есть все, что вы хотите. Также можно купить и кружки, и бутылку даже для того, чтобы на тренировке пить из нее. Мне прислали серию книг. Мне прислали 13 книжек, их гораздо больше, доктора Буланова. Это то, первое, с чего начиналось наше научное обучение 30 лет назад, когда не было ни интернета, ничего, и информации как таковой не было. Мы черпали информацию или черпали, как правильно скажите в комментариях, только из журналов, доступных на тот момент, и появилась книжка как раз-таки вот Буланова. И не одна была книжка, было где-то книжек 5 я прочитал на тот момент, и настоятельно вам рекомендую все те, кто думает, кто изучает, кто тренирует не только мышцы, но и мозг старается прокачать, перечитать, если вы читали, и прочитать, если вы никогда не читали, не сталкивались с книжками данного автора. Вы, во-первых, посмотрите на другой взгляд, тоже на фитнес, на все, что происходит. Во-вторых, узнаете очень много интересных вещей, которых не знали раньше. К примеру, вот такая прикольная книжечка, очень тоненькая, вообще очень тоненькая, но очень интересная. Поверьте, большинству из вас это очень понравится, особенно тем, кто тренируется дома, редко посещает тренажерный зал. Книжка начинается... Изометрия началась с Самсона, а суперизоляция с меня. Это доктор Буланов имеет в виду себя. Эта книжка рассказывает очень много о Александре Зассе, больше всем нам известным, как Самсон. Невероятно сильный спортсмен, атлет, побеждающий в борьбе больших, чем он сам, по весу гораздо больших противников, соперников. Книжка расскажет вам о изометрических упражнениях и о том, как эти упражнения очень эффективно и, как утверждает автор, лучше всего развивают силу. Силу именно сухожилий. Настолько, что, к примеру, сам Александр Засс, он интересен тем, что это очень-очень далекий от нашего времени атлет, который еще воевал в Первую мировую войну, можете себе представить. Так вот, он был кавалеристом, насколько я помню, и под ним прострелили, ранили лошадь. Лошадь, естественно, кувырком, и он пролетел там, упал, как в кино, кувыркнувшись, став на ноги. И атака была, насколько я понял, не очень удачно, все отступали. И он не хотел бросить свою лошадку, взял ее, взвалил на плечо и притащил в лагерь. А также еще он известен, когда его взяли в плен, посадили в камеру. Ночью, дождавшись, когда все уснули, он просто разогнул прутья, вылез и спокойненько вернулся к своим. Так что, друзья, книжки доктора Буланова я тоже вам рекомендую к прочтению, к изучению. И как это можно сделать, найдите ссылочку, я оставлю в описании к данному ролику. Следующие книжки, друзья, которые вы, как тренер, должны прочитать обязательно, это книжки Силуянова. Изотон. И книжечка такая есть еще, физическая подготовка единоборцев. Тоже очень интересная информация. Технология оздоровительной физической культуры. Такая книжечка. И книжка футбол. Сюда можете подставлять место футбола, любое другое значение командного вида спорта, как хоккей. И будете находить способы тренировок. Они универсальны. Настоятельно рекомендую, очень интересно. Следующее, что нужно прочитать вам, это книжка Торстена Герке. Торстен Герке. Спортивная анатомия. На мой взгляд, одна из удачнейших книжек, которую обязан прочитать каждый, кто берет на себя ответственность, смелость тренировать других людей. Ну и естественно, для вас самих она будет очень и очень полезна. Следующая книжечка, которую я приобрел буквально на днях, это физиология физического воспитания и спорта. Книжка уже для более углубленного понимания всех тех процессов, которые происходят. На данный момент это одна из лучших книг, а точнее это учебник, по которому вы будете понимать простым языком очень сложные процессы, протекающие в нашем организме. Настоятельно рекомендую и даже говорю, что вы обязаны ее тоже прочитать. Но, 4 килограмма почти весит книга, это последнее издание, по-моему, 12-е даже уже издание. Анатомия и физиология. Фундаментальные основы. Автор Джордж Тортер и Бенедикт, по-моему, Дерриксон. В общем, ДЖ Тортер, Б. Дерриксон. Книга вам расскажет и покажет здесь настолько современные и очень подробные иллюстрации к любой теме, описывающей этим учебникам, что вы будете шокированы, насколько интересно могут входить знания, когда ты видишь еще и визуально в хороших таблицах, в хороших рисунках то, о чем нас пытаются учить. Друзья, следующая книжка будет полезна девочкам, кто хочет забеременеть. Это книжка «Красивая и здоровая мама. Беременность и восстановление после родов». Книгу написала Арина Скоромная. Вы также можете на YouTube-канале еще найти ее видеоролики. Она снимала видео до того, как забеременела, потом забеременела. И все вот это она показывала, как она прошла через себя, как восстановилась после родов, стала, на мой взгляд, даже лучше, чем была. Что приятно, вот данная конкретно книжка. Это книга, подаренная мне и с автографом от Арины. Арина, спасибо, что в свое время прислала мне ее. И, друзья, будет тоже вам полезна книжка этого года, 2019-го, Васильевой. Она доктор медицинских наук, профессор, невролог, кинезиолог. Называется книжка «Прикладная кинезиология. Восстановление тонуса и функции скелетных мышц». Очень познавательно, очень интересно. Обязательно тоже приобретите. Потом скажете мне спасибо. Ну и, естественно, друзья, как я могу вам не порекомендовать, не посоветовать лучшие труды Джорджа Стронга. «Фак фитнес». Эта книжка в печатном варианте. Она одна-единственная, мужская только была напечатана. Можете спрашивать ее в магазинах вашего города. Джордж Стронг. «Фак фитнес. Ступени натурального бодибилдинга». Здесь, друзья мои, с первых шагов расписано, рассказано, как нужно тренироваться новичку. Практически на два года расписано по питанию, по тренингу, по всему тому, что должен знать новичок. И вы, как тренер, который хочет грамотно, правильно тренировать своих людей, вы тоже обязаны прочитать эту книгу. Она есть и в электронном варианте. Почему получился печатный вариант? Я не вкладывал ни копейки, только как автор получаю. Потому что в электронном варианте эта книжка стала бестселлером в России, в электронных продажах раздела «Спорт». И поэтому со мной связалось агентство, предложило мне контракт. Почему отказываться? Это первая книга, и она мужская для мужчин. Но информация, которая в ней дана, теоретическая, она тоже будет полезна и женщинам. Но для девушек, для женщин у меня есть своя книга. Вторая книга. «Фак фитнес. Крепкий орешек». «Фак фитнес» для девочек гораздо больше, в два раза по объему больше, потому что очень много информации в ней. И, кстати, недавно был я в «Американ Топ Тим». Кто не видел, посмотрите ролик, где снимать нельзя, но нам разрешили. И я был удивлен, что даже там нашлись мои подписчики. Муж с женой с Украины. Она занимается профессионально боями. Уже 9 боев, по-моему, провела здесь. И вот недавно провела, выиграла бой. И они меня очень сильно благодарили за ту информацию, которая дана в книге для девушек по циклам. Потому что вы знаете, девчонки, да, что 4 периода у вас есть в течение месяца, там меньше и у кого чуть больше. И каждый период характеризуется теми или иными качествами. Физическими, психическими. И вот, основываясь на каждом из этих четырех... Раз, два, три. И вот, на каждый из этих четырех циклов мы расписываем, как что есть, как тренироваться, какие подбирать нагрузки. И вы получаете от этого очень-очень большую пользу. Друзья, надеюсь, вам было интересно. Обязательно делитесь этим роликом в своих соцсетях. Не забудьте нажать на колокольчик. Это очень важно, чтобы не пропускать и чтобы YouTube обязательно показывал вам мои следующие видеоролики. И это помогает развиваться каналу. Вам не сложно, мне очень приятно. За что отдельный респект и 15-20 килограмм к жиму лежа. Всем пока. Увидимся уже совсем скоро. И чуть не забыл, друзья, вот уже отключил и по новой включился. Книга, которую я тоже настоятельно рекомендую. Она вам понравится. Это книга доктора Любера. Найдите ее, написанная она там 20 лет назад. Изучите и тренируйтесь по ней. Потому что там даны очень-очень полезные рекомендации, основываясь именно еще на тренинге без стероидов. Потому что Любера, как мы знаем, тренировались, качались многие с тех времен, когда еще сложно было понять, где, что и как, и вообще для чего. Та или иная таблетка или тот или другой укол. Естественно, потом все подсели уже, но это уже другая история. Также можно прочитать, будет полезно для того, чтобы посмотреть еще другой взгляд на тренинг. Это две книги «Думай» Стюарта МакРоберта. И, друзья, обязательно прочитайте книгу Майка Менсера «Супертренинг». Обязательно. Будет вам очень и очень полезно посмотреть, как нужно мыслить. И как человек один-единственный в те времена еще не побоялся. Не то, что встать там против братьев Вейдеров, нет, а встать против всех, против системы той, которая навязывала уже один тренинг и одни и те же принципы. И встать, попытаться разумно с точки зрения философии, анатомии, рассказать, что тренироваться, возможно, нужно совсем по-другому. В общем, друзья, обязательно читайте книги, потому что, когда мы читаем, мы не даем нашему мозгу тоже атрофироваться. Потому что все, что не используется, все атрофируется. Будто мышечные волокна или наш с вами мозг.